Начнем выпуск с главных тем. К этому часу плановый обход объектов строительства и ЖКХ в Махачкале совершила делегация во главе со спикером дагестанского парламента Хизри Шихсаидовым. Она осмотрела несколько домов и строящихся объектов столицы республики. Там, где проведен капитальный ремонт, еще и пообщались с жителями. Делегация пообещала, такие внезапные проверки станут регулярными, чтобы работы шли качественно и с соблюдением графика. Подробности у Кадыра Блазизова. В прошлом году здесь, в доме по улице Богатырева, была заменена крыша. Во дворе появилась детская игровая зона, а также установлены новые современные лифты кизлярского производства, отвечающие всем требованиям ГОСТа. Комиссия проверила объекты, введенные в эксплуатацию сравнительно недавно, и осталась довольна. У нас по лифтам вообще был бардак. Вообще было много проблем. У нас сейчас то, что и по взносу обращается, и то, что поддержка парламента. А на ком заводе его делают? Кизляри? Махашка. Кизлярский электрон? Да, нет. Электронный бардак, да. Они делают и порушили. Спикер парламента пообщался и с жителями дома, поинтересовался, есть ли у них замечания по проделанным работам. Также он отметил, все эти изменения стали возможны благодаря тому, что сами жители оплачивают налоги и взносы на капитальный ремонт домов. Вы жильеете что? Жильеем. Лифт как? Лифт хороший. Работает? Работает. Сбои вынять? Ну, пока не виделись. Хорошо. И что к ним у вас пожелали? Вроде все хорошо. Крышу сделали. Да, конечно, дни раше. Текло сейчас не течет. Ну, хорошо. Ну, только единственное, вот надо жильцам своей рыбой наплатить эти взносы, да? По улице набережная в доме 43 отремонтированы подъезды дома, фасад здания и прилегающая территория. Основная задача была увидеть то, что сделано, посмотреть на настроение людей и убедиться, что мы на правильном пути. Вот эти два дома, которые мы посмотрели, где провели капитальный ремонт, починили крыши, поставили новые лифты, фасады отремонтировали. Говорит о том, что фонд работает очень эффективно. Делегация также посетила детский сад, реконструируемый главным военным строительным управлением номер 4 по улице Азиза Алиева. Строительство объекта здесь идет с учетом современных требований. Уже установлены пластиковые окна, налаживается система пожарной безопасности, ведутся работы по организации кухни детсада. Министр строительства из ЖКХ Республики Малик Баглиев отметил, все работы идут по графику и объекты будут сданы в срок. У нас есть взаимопонимание, а взаимопонимание, оно рождается на взаимном действии вместе с главным строительным управлением Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы вовремя сдать объекты и освоить удовольствие состава. По словам спикера парламента, такие внезапные проверки строящихся объектов станут регулярными, чтобы работы шли качественно и с соблюдением графика. А возникающие проблемные вопросы совместными усилиями решались оперативно. Кадыр Абдулазизов, Ибрагим Магомедов, Вадим Шамхалов. Время новостей.